Всем привет! Документы мы собрали, отправили, подтверждение получили. И сегодня вам расскажем, какой пакет документов необходимо собрать и предоставить для получения карты по быту. Что делать в случаях ошибок и других проблемах, есть ли способ максимально ускорить процесс, ну и прочие, касающиеся нюансы. Какие документы нужны для карты по быту? Очевидно, что тип карты зависит от оснований для нее. Ясно и то, что для каждого из оснований есть свои документы, подтверждающие их. Однако есть и общий для всех случаев пакет. В таком формате и рассмотрим перечень необходимого. Сначала документы, общие для всех случаев, а далее дополнение к ним, зависящее от обстоятельств. Сначала проясним два очевидных момента. Во-первых, речь во всех случаях пойдет о картах временного пребывания. Карта часового побыту, карта часового побыта, разрешение на временное пребывание, временный ВНЖ. Все это синонимы в данном контексте. Во-вторых, будут указаны обобщенные требования к документам. Однако в каждом ужонде могут быть выдвинуты особые требования, например, касающиеся количества копий того или иного подтверждения. Более того, у каждого воеводства есть законные основания запрашивать у соискателя любую дополнительную информацию, которая, по мнению местных чиновников, будет связана с данным делом. Общий пакет документов, однозначно требуемый в любом случае, входит заграничный паспорт, предоставляется оригинал для ознакомления и копии, число которых зависит от требований конкретного воеводства. Заявление анкеты, как ее заполнять, мы показывали в этом видео. Как правило, требуется две или три собственноручно подписанных экземпляра. Ну, мы отправили два, и один у нас остался на руках. Фотографии 35 на 45 миллиметров у жонда могут требовать различное число снимков. Могут отличаться и условия, вклеивать их в анкету или представлять отдельно. Требования к самим фото одинаковы и совпадают с визовами. Оплата пошлины, чек квитанции или другой документ, подтверждающий факт оплаты. В источниках всегда указывается на необходимость предоставлять копии и оригинал паспорта. Но, во-первых, под копии понимается ксерокопирование всех страниц, имеющих отметки. А во-вторых, предоставление оригинала характерно только для личной подачи документов. При отправке по почте пересылать оригинал за гранд паспорт, естественно, нельзя. Дополнительные документы. Далее рассмотрим перечни того, что необходимо добавить к общему пакету в зависимости от типа желаемой карты. Рассмотрим наш случай. Простыми словами, нужно добавить все, что имеет отношение к делу и подтверждает основание претендовать на ВНЖ. Однако, в деталях скрыто огромное количество разных нюансов. Для начала необходимо уточнить саму возможность получения карт по имеющемуся типу обучения. К примеру, стационарный дневной вуз практически всегда является основанием для ВНЖ при соблюдении других условий. А вот языковые курсы или полициальная школа могут интерпретироваться воеводствами по-разному. Опять же, в нашем случае мы получили консультацию работника школы Косинус, который подтвердил, что да, возможно нам и выдадут карту по специальности, которая нам нравится, но мы говорили об этом выше, но это большая лотерея с предположительно проигрышным финалом. Но если вы будете обучаться на вечернем или стационарном направлении, то получение карты по ним гарантировано. Внимание! Есть неофициальная информация о том, что с 2024 года процедура по полициальным школам будет прикрыта. Так что, кто серьезно думает о проживании в нормальной стране, ребятульки, время у вас на принятие решения практически не осталось. Если получение карты по быту возможно, к общему пакету документов необходимо добавить подтверждение обучения, например, справка из вуза, сведения о стоимости обучения, если оно платное, либо сведения о бесплатной учебе. Данный документ может быть общим с предыдущим. Данные об оплате обучения, чеки квитанции, опять же, только в случае платного обучения. Страховка. Про нее вы тоже можете посмотреть наше видео. Подтверждение наличия места жительства с указанием на его стоимость и оплату. Доказательство достаточности средств для проживания в Польше. Этот пункт рассмотрим отдельно. С точки зрения документов из учебного заведения все очевидно. К тому же, сами школы, колледжи, вузы достаточно хорошо осведомлены о необходимых в их регионе документах, поэтому сразу будут, естественно, готовить соответствующий пакет при запросе от учащегося. Свои сложности есть в доказательстве достаточности средств. Этот параметр может иметь региональные отличия, но в большинстве случаев для первой карты потребует подтвердить наличие следующих сумм. Для очного обучения необходимо продекларировать средства на 15 месяцев из расчета 701 злотый в месяц плюс деньги на обратную дорогу. Для граждан не из ЕС, естественно, это две с половиной тысячи злотых. Итого 15 умножаем на 701, прибавляем две с половиной тысячи, получается 13 тысяч 15 злотых. Для заочного обучения принцип расчета затрат тот же, но рассчитывается сумма на 12 месяцев. Итого 12 умножить на 701 плюс две с половиной тысяч. Будет 10 тысяч 912 злотых. В зависимости от этих показателей 12 или 15 месяцев будет рассчитываться и срок выдаваемой карты. Подтвердить средства, как правило, можно с помощью средств на счете, выписка из банка, спонсорского письма, наличие стипендий, гранты и т.д. Кроме этого, в некоторых воевудствах требуется показать денежные средства, необходимые для аренды жилой площади. Ну, нашему заветскому воевудству тоже относятся к ним. Еще один сложный момент. Некоторые ужонды к присяжным переводам документов государственного образца, выданных в других странах, могут потребовать апостиль. Проблема в том, что документ будет находиться в Польше, а апостиль ставится в отдельном подразделении МИД на родине. В таком случае можно рассмотреть вариант полной замены документа на польский. Такая функция есть в ужондах, она платная и подразумевает изъятие иностранного оригинала. Но, во-первых, у вас на руках будет польский документ, который нет надобности переводить и заверять. А во-вторых, получить в дальнейшем дубликат документа на родине, как правило, труда не составляет. В упрощенном виде схема подачи выглядит следующим образом. Наличие оснований для получения карты по быту, сбор документов, необходимых претенденту, предоставление пакета в Иудский ужонт, проверка выявления ошибок, запрос недостающего, исправление ошибок, предоставление требуемых дополнительных сведений, сдача биометрических данных, рассмотрение запроса, принятие решения, это получение децизии, оформление карты. Способы подачи документов на карту по быту. За тут мы рассмотрим самые распространенные способы подачи и связанные с ними детали. Нужно понимать, что не в каждом воеводстве и не при всех обстоятельствах возможны все указанные методы. Способ первый. Подача почтой. Этот способ становится все более популярным. У него есть масса удобств. Например, нет надобности записаться на посещение и ехать в другой город, если поблизости нет офиса воеводства. Но есть и свои недостатки. В первую очередь, менее оперативное реагирование на требования исправить ошибки и донести недостающие. Тем не менее, в ряде случаев, как, например, это проводилось противоэпидемиологическими мерами из-за коронавируса, подача на карту по быту по почте может оказаться единственным возможным способом предоставления документов. Так как торопиться нам некуда с этим вирусом, покататься сейчас не особо получится. Выезжать в Путинленд мы не собираемся. При любом раскладе мы выбрали этот способ подачи. Очень важным моментом при использовании почты является фиксируемая дата подачи. Ей является день, в который письмо было отправлено. Это может быть крайне важно для тех, кто пропустил все положенные сроки и подает заявление в последние дни законного пребывания. Ну, как мы. Однако, нужно иметь документальное подтверждение этой даты. Как все сделать правильно, посмотрите далее. Пошаговая инструкция подачи документов на карту по быту по почте состоит из следующих этапов. Соберите все необходимые документы. Для первичной подачи достаточно будет общего пакета. Этот момент будет произведен отдельно. Можно составить себе список из нашего видео и по нему бумажки складывать в обозначенные последовательности, а электронные распечатывать и докладывать перед отправкой. Так как нас услали с этим вопросом стугезера, то появился квест. Где откопировать и где распечататься? Покупать принтер? Нужен ли он? Чтобы один раз его задействовать и оставить пылиться в самом верху шкафа? Нет. Но в любом городе, да наверное не только в городе, есть куча мест, где вам помогут решить этот квест за небольшие деньги. Как пример, есть точки бытового обслуживания в любом Ашане. Да-да, это там где молнию врежут, ключи сделают. Вот там же распечатки помогают. Еще вариант походить рядом с местом вашего проживания и поискать надпись КСЕРО. Так мы и сделали. И вот одна часть квеста близится к завершению. Нашли ксерокопию. Погнали. Нашли в шаговой доступности небольшой офис по бухгалтерскому сопровождению, где русскоязычная девочка, которая уехала из Новосибирска, она помогла этот квест решить за 33 злотых. Вышли оттуда заедовольные и с кучей бумажек. Спасибо им большое. Ну вот первую часть квеста выполнили. Зашли в податковую контору. Русская девочка Лена из Новосибирска нам помогла распечатать документы и отдали мы 33 злотых. Пойдем теперь на почту, короче, и будем отправлять эту тонну бумаги в ужон. Найдите ближайшее отделение почты и посетите его в рабочее время. Выбрать отделение можно на картах Google, в приложении Ягдоеда или любым бы другим способом, которые вам больше понравятся. Ну вот и местный ужон с почтой. Вторая часть квеста. Отправка. Обязательно расскажем вам, какие документы надо оставлять, как и что. Далее. Приобретите на почте конверт для корреспонденции. Необходимо сразу указать, что вы планируете отправку заказным письмом с уведомлением. По-польски это называется лист полиционный, приоритетовый, с подтверждением отберу. Возьмите небольшой белый лист подтверждения отправки, небольшой документ ярко-желтого цвета. Его наличие обязательно. Это и есть уведомление, которое вы получите обратно в качестве подтверждения принятия документов. Вот это вот подтверждение отправки. А это вот подтверждение получения. Сейчас мы их будем заполнять. Отправлять надо. Как? Заказными письмами. Вот так вот. Заполните на конверте и этих двух карточках стройки с адресами. Адрес воевудского жонда и ваш обратный адрес. Контакты воевудского управления можно посмотреть на их сайте. Сложите документы в конверт и заклейте его. Вот такая почулька бумаг. Попробуем. 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 Оплатите услуги заказного письма с уведомлением. Цена может отличаться. Но она несущественная и колеблется в районе 12-20 злотых Отдайте сотруднику почту для отправления и письмо Подтверждение отправки и желтые уведомления Отправки готовы На русский, блядь, я тебя специально перевел Дождитесь от сотрудника подтверждения приема письма С отметкой об отправке и трек-номером Это важный документ Так как он пока единственный подтверждающий факт отправки документов Ну что, квест мы выполнили За сколько получилась цена отправки? 22 За двоих Да, вот это вот пакет толстенный Так что пойдем купим Выпить и поесть Пряничков Да, пряничков Перничков Будем отмечать сдачу Напомним, что датой подачи будет являться дата Обозначенная именно в этом листке С этого момента ваше пребывание в Польше является законом Даже если другое основание Виза без виз предыдущая карта закончится Конечно, иметь соответствующий штамп в паспорте значительно удобнее Но получить его вы сможете позднее Тем более, ну какая разница То, что Печать Штамп в паспорте Либо вы эти просто дополнительно будете таскать две бумажки Вот Когда уже он получит письмо На ваш адрес вернется желтое уведомление с отметкой Сохраните и его Теперь у вас есть и подтверждение получения пакета управления Мы получили уведомление о получении на 12-й день после отправки Я следил по треку Ужонд получил наши письма на 4-й день после нашей отправки Отправили мы в пятницу Работник почты нам сказала, что письма уйдут в понедельник Следовательно, наши письма шли один день всего Дождитесь и обратной связи с Ужондом Это может быть и телефон, и звонок, и сообщение по e-mail И обычное письмо В сообщении может быть требование Донести, дослать, исправить документы Предоставить дополнительные сведения И явиться на личное собеседование В том числе для демонстрации оригинала документов Другие требования или опомещения На каждое требование будет выделен срок и способ исполнения Об этом мы поговорим уже После исполнения всех требований Ну и соответственно начала рассмотрения запроса С вами свяжутся из Ужонда Теперь главная цель Вызов в управлении для сдачи биометрических данных Явиться необходимо в точно указанную дату и время Ну естественно лучше немножечко заранее Как правило вместе с получением биометрии Поставляется и штамп в паспорте Следующий же этап Ожидание децизии решения И если полученная децизия положительна Нужно оплатить стоимость изготовления пластиковой карты 50 золота И ожидать ее получения Начиная с пункта 12 Последовательность действий одинакова для всех способов подачи И не может осуществляться дистанционно По крайней мере в плане сдачи биометрии Есть один частый вопрос связанный с почтовой подачей Можно ли нотариально заверять копии отсылаемых документов На данный момент ответ однозначный Нет таких требований Но следует понимать, что заверенные документы не запрашиваются Так как позже человек будет вызван в ужом с оригиналами И сотрудник воеводства сам заверит копии Сверив их с оригиналом Ну это вот Мягко говоря То что Показатель того Как бюрократизм Имеет мозги В отличии от России Нам бы тебя послали на соседнюю улицу В лучшем случае С Точным указанием Сделать миллион копий Заверить у разных лиц И убить время и деньги Из этого вытекает и другое Если со временем По каким-то либо причинам Личное посещение воеводского управления Будет абсолютно невозможным Требование о заверении может и появиться Этот момент лучше уточнить непосредственно перед подачей Способ 2 Посещение ужонда Личное посещение офиса управления Как правило происходит по предварительной записи Различные ужонды представляют различные способы регистрации Онлайн, по телефону, по электронной почте Кроме прочего Это говорит о том Что предоставление документов А значит и до даты С которых пребывание станет законом Вне зависимости от действия предыдущего основания Может пройти определенное время Последовательность шагов Здесь схожая с почтовой подачей Но исключающая соответственно услуги почты Соберите необходимые документы Запишитесь на посещение ужонда Оплатите с гошпошлину В некоторых случаях это можно сделать в кассе воеводства при посещении Но это не точно В назначенную дату и время Явитесь в офис и предоставьте документы В редких случаях получить штамп в паспорт Можно будет при первом посещении Но это есть Значительно чаще это произойдет позже Во время сдачи биометрии Но при приеме документов Вам выйдут экземпляры Внеска со специальным штампом Или отдельную равноценную справку Сохраните этот документ На данный момент он будет являться подтверждением Законности пребывания Далее Запрос на предоставление дополнительных сведений Может поступить одним из доступных способов Об этом как уже упоминался выше Поговорим отдельно Дождитесь вызова на сдачу биометрических данных В указанное время осуществите сдачу биометрии И возможно будет произведена постановка штампа в паспорт Дождитесь децидии Оплатите карту Дождитесь изготовления документа Вот собственно и все Необходимо понимать что в нестандартных случаях Таких как особый режим вводимый из-за пандемии Личная подача может быть невозможна Обязательно уточняйте этот момент И если прием в офисах приостановлен Используйте альтернативные методы Есть еще онлайн подача на карту Побыту Но мы его тут упоминаем Этот способ потому что он существует Есть несколько в вспомогательных инструментах В том числе помогающих заполнить анкету Зарегистрироваться на посещение И передать те или иные данные в УЖО И даже открыть некоторые типы соответствующих документов Ну например работодатель с использованием системы EPUAP Может оформить созволение или освещение Однако мы решили не разбираться с этим А там ну на ваше усмотрение Как донести недостающие документы Отдельно нужно рассмотреть вопросы Предоставления дополнительных сведей Но надо понимать что существует два различных варианта Требующих добавить документы Если документы заведомо отправлялись не в полном объеме Ну тут закон позволяет первоначально отослать Только общий пакет документов Это может быть актуально Если осталось совсем немного времени законного пребывания А получить некоторые сведения связанные с подтверждением оснований Быстро не получается В этом случае иностранец обязан сам в течение 7 дней С момента принятия первого пакета Передать в УЖО И встающие сведения Иначе рассмотрение будет заморожено При почтовом отправлении на полном сроке Учитываются как даты отправки письма Если дополнительные документы запросил УЖО Это более распространенный вариант Документы первоначально были поданы Но в процессе рассмотрения воеводское управление определило Что часть из них, ну, к примеру, устарели Или им требуются дополнительные сведения Ну, или обнаружены ошибки В этом случае вместе с запросами на донесение документов Будут обозначены сроки и методы передачи Как правило, это 14-21 день с момента получения удавления При невыполнении запроса рассмотрение дела будет приостановлено Но существует вариант продления этого срока Для этого Вы должны обратиться в УЖО Соответствующим заявлением, подкрепленным документом Подтверждающим невозможность исполнения требований своевременно Результатом станет индивидуальная договоренность Между заявителем и инспектором, ведущим его дело Вопросы остаются лишь в том Как иностранцу узнать о необходимости предоставлять или нет эти сведения Первый вариант уточнить на сайте конкретного воеводства Второй – предоставить по максимуму все, что возможно Третий – не предоставлять, а дождаться от УЖО Требования донести необходимое Тогда точный перечень документов будет предоставлен лично соискателю Что делать после сдачи? Ну, тут ответ простой – ждать решения При этом понимая, что пребывание остается законным весь срок рассмотрения Однако, есть несколько непростых ситуаций, которые могут возникнуть во время такого ожидания Можно ли выезжать из Польши, когда делают карту по быту? Делать этого не рекомендуется И вот почему Во время отсутствия иностранца могут проверить его фактическое нахождение в стране Могут прислать высшего упомянутого запроса, донести документы и остановить рассмотрение, не получив отзыва Но главные проблемы заключаются в другом Если еще действует виза или остались дни без визового пребывания То выезд и возвращение обратно в Республику Польшу возможно Однако, если основанием для пребывания является только штамп в паспорте или аналогичный статус без штампа То он разрешает находиться в стране, но не разрешает въезд в нее Покинув в описанных условиях Польшу, вернуться назад будет невозможно без получения визы При этом, если во время отсутствия выйдет положительная децессия, получить визу будет крайне сложно В большинстве случаев невозможно Человек окажется запертым обстоятельством Без визы не пропустят, а визу не дадут Карта по быту вроде как существует, но получить ее невозможно Пребывание на штампе и безвизовый режим Еще один немаловажный момент Пребывание на штампе и до, либо там без него Но на основании только факта подачи документов Оно приравнивано к такому же типу Краткосрочное пребывание Ну, что и безвизовый режим или шенгенские визы Соответственно, нахождение на штампе будет тратить возможные безвизовые пребывания Если такого пребывания будет более 90 дней То нахождение в стране остается законным Однако, срок без виза восстанавливаться не будет до момента получения карты или выезда из шенгенской зоны Сообщение об изменившихся обстоятельствах У иностранца, ожидающего решения по карте по быту, есть право сообщить об изменившихся обстоятельствах Но в некоторых случаях возникают и обязанности сделать это Основные случаи При смене места жительства, ранее указанного в заявке Соискатель обязан уведомить об этом у жен, предоставив для этого новые документы Ну, как правило, договор аренды и тому подобное При исчезновении оснований для карты уведомления об этом также является обязательным Если речь идет о работе, то об увольнении необходимо сообщить в течение 14 дней с момента расторжения договора Иностранец имеет право на новое трудоустройство, но обязан уведомить об этом управлении в течение 30 дней с момента увольнения с предыдущего места Если к моменту уведомления решение по карте еще не будет принято, рассмотрение должно быть продолжено по новым обстоятельствам При этом у воеводства есть право снова запросить дополнительные документы, в том числе и разрешающие трудоустройство на новое место Что делать, если документы на побыт остались без рассмотрения? Ну, тут снова нужно рассмотреть вопрос в двух наиболее распространенных вариантах Если документы не приняты изначально, но заявитель уверен, что это произошло по ошибке Оспорить такое решение можно у начальника управления по делам иностранцев А передать документы на апелляцию нужно через того же воеводу, что и отказал изначально Если дело было приостановлено, если отказ еще не последовало, а произошла только заморозка процесса Иностранец имеет право обратиться в жен с заявлением о восстановлении процесса рассмотрения Говоря об апелляции, нужно понимать, что речь идет о возражении именно на отказ начать процесс А спаривать решение отказать в выдаче карты после рассмотрения можно тем же способом, но в течение 14 дней после получения данных об отказе Уже по объему выше приведенного материала ясно, что сбор и подача документов на карту по опыту дело трудоемкое Однако вспомним аргумент, с которого начиналось это видео Огромное количество иностранцев получают польское ВНЖ ежегодно, а значит процедура вполне реализуемая Ко всем утверждениям стоит отнестись с точки зрения известного высказания Тяжело в учении, легко в бою Узнав первоначально все детали процесса, оформление карт на практике станет делом, если не совсем простым, то вполне понятным и предсказуемым Поэтому материалы мы вам вроде бы как доложили, следующий материал по этой теме будет соответственно Когда нас вызовут в ужон для биометрии, для чего-либо еще, пойдем подавать видео, снимем, все покажем, все расскажем А за сим с вами на этот раз прощаемся, всем пока Субтитры создавал DimaTorzok